Дорогие друзья, продолжаем прямой эфир доктора на работе. Меня зовут Юлия Капитонова и сегодня обсуждаем первую помощь в жару. Жаркая погода стоит в регионах и вообще по всей России стоит жаркая погода и, конечно же, очень высокий риск для многих людей потерять сознание, получить гипертонический криз. Никто не отменял, конечно же, к сожалению, такую страшную катастрофу, как инсульты. И очень часто, видя, как человеку плохо на улице, мы не знаем, как ему помочь. Мы просто бежим к нему, стоим рядом с ним и вызываем скорую помощь. И помочь очень-очень хочется, но самое важное – не навредить. Поэтому сегодня поговорим о том, какие катастрофы могут требовать оказания первой помощи, как правильно ее оказать и как, собственно, предотвратить эти катастрофы в жару. Обо всем этом будем говорить с замечательным доктором. Это анестезиолог, реаниматолог Российского научного центра хирургии имени Петровского Любовь Сергеевна Сорокина, кандидат медицинских наук. Любовь Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какие самые частые вот такие катастрофы, случаи, требующие оказания первой помощи, случаются летом? Ну, в принципе, самые тяжелые случаи, катастрофические, они не только случаются летом, но они случаются в любое время года. Это, конечно же, смерть человека, да? Потому что по статистике от внезапной смерти, по мировой статистике, умирает до 5 миллионов человек в год. И причем две трети этих людей, это люди именно сердечно-сосудистой патологии, это люди с ашемической болезнью сердца. А по данным Минздрава нашего российского, да, по этой же причине на улице умирают порядка 250 россиян. И из них, что важно, около 200 детей. Причем дети в основном умирают в школах и на уроках физкультуры. Да, поэтому эта тема достаточно важная. И, как бы, резюмируя, получается, что каждый третий человек, который упал и умер на улице, он бы мог быть спасен, да, если бы вовремя оказались нужные люди. То есть это большая часть именно сердечно-сосудистых каких-то катастроф или не только? Нет, почему это? Я повторюсь же, это и синдром внезапной смерти, это же тоже никто... Я просто не знаю, что такое синдром внезапной смерти. Ну, это аритмогенная остановка сердца, это когда у человека происходит нарушение ритма, и он умирает на улице. Вследствие чего она происходит? Вследствие патологии сердца. Ну, значит, это патология сердца все-таки? Да, органическая патология сердца, конечно. А как оказать первую помощь в таком случае? А, ну, если уж мы про это начинаем разговаривать, тогда, смотрите, первая помощь. Главное, чтобы этому человеку повезло, который упал, и вовремя оказался тот, кто мимо проходящий сможет ему помочь. Помочь может любой человек и даже ребенок, да, как бы совершив правильные действия. Я прошу прощения чуть-чуть отмотать назад. Как понять, что эти правильные действия именно в данном случае? То есть человек как-то по-особенному упал, или как-то он по-особенному выглядит, или просто упал в обморок? Нет, но ситуации бывают разные. Вы можете идти гулять по лесу, и увидев, что в кустах лежит какой-то там, ну, человек, да? Да. Да, но это всё... Или когда вы... Как раз вы попали на стадию, когда он прямо у вас на глазах упал. Это ещё лучше, да? Потеря сознания. Да. В первую очередь, конечно, потеря сознания, а потом уже идёт и дальнейшая оценка, есть ли у него сознание, есть ли у него дыхание, и что дальше делать уже. Это отдельная тема. Расскажите, пожалуйста, как оказать первую помощь, если увидели, что человек потерял сознание? Смотрите, вот вы идёте, да, например, и видите, что лежит человек, упал человек. В первую очередь, прежде чем кидаться, бежать, его спасать, сначала обязательно нужно убедиться в собственной безопасности. Вы должны оглядеться по сторонам, вы должны посмотреть, не едет ли на вас машина, не упадёт ли на вас что-то, то, что упало на этого человека, в результате чего он там лежит. Собственно, зимой, да, сосульки какие-нибудь? Да, кирпич, всё что угодно. Потом вы должны убедиться, что он не лежит в луже, а в этой же луже рядом оголённый провод, да? Во-вторых, вы должны убедиться, что сам человек не представляет для вас опасности, потому что он тоже может лежать, а у него в руках или там разбитая бутылка, или какой-то любой другой режущий предмет, там, нож, ну, всё что угодно. Только после того, как вы убедились в собственной безопасности, только тогда вы можете к нему подойти, да? Когда вы к нему подходите, в первую очередь нужно спросить, «Я могу вам чем-то помочь», это не обязательно для этого человека, он вам может не ответить. Это не значит, что молчание — знак согласия, это понятно. Но помимо вас там ещё есть и другие люди, которые тоже идут, и для них это вызовет недоумение, когда вы вдруг ни с того ни с сего подбегаете и начинаете шарить по карманам, да? Ну, такое ощущение может сложиться, поэтому это вы объявляете для всех. Всё ли с вами в порядке, это привлекает людей, они подходят, и, соответственно, они тоже могут оказать какую-либо помощь. После того, как вы поняли, да, что человек без сознания, нужно выяснить, есть ли у него дыхание. Есть определённые такие, ну, как бы, приёмы, да, в результате которых вы понимаете, у человека нет сознания, нет дыхания. А дальше уже начинается самое интересное. Дальше главное — это, ну, во-первых, вызвать скорую помощь обязательно, привлечь к себе как можно больше людей, чтобы вам кто-то мог помочь. Даже если вы никогда этого не делали, вы, ну, даже, в принципе, не представляете себе, что это такое, достаточно позвонить службу, да, вот вы недавно говорили 103-112, и грамотный обученный диспетчер, он вам подробно всё объяснит, он будет вести каждый ваш шаг на протяжении вот от момента вашего звонка и до приезда скорой помощи, и вам будет показывать и объяснять конкретно, что делать. Ну, принцип «помоги другому» и «когда-то помогут тебе» никогда не отменялся, поэтому, конечно, это самосознание, это, как бы, ощущение, готов ли ты помогать, и если ты готов, ну, лучше, конечно, человеку помочь. А как оценить дыхание, наличие дыхания у человека? Я помню, у меня, когда бабушка умерла, вот это вообще очень частая история, когда люди умирают, нужно убедиться, что они, ну, точно умерли. Что умер, точно. Там зеркало подносят в карту. Ну, да, да, кто-то подносит зеркало, кто-то подносит телефон сейчас, но зеркал-то ни у кого нет, есть зато телефоны мобильные, тоже пытаются приложить, чтобы, нет ли там испарений, да, посмотреть. Нет, так не делается. На самом деле, во-первых, нужно освободить дыхательные пути, нужно вывести нижнюю челюсть, как бы, ну, вытянув подбородок кверху, приложить ухо, да, свое ухо приложить к рту человека. Вот таким образом, чтобы ты ухом слышал его дыхание, глазами видел его движение грудной клетки и параллельно щекой еще чувствовал какие-то такие вот дуновения его тоже дыхания. Если ты понимаешь, что дыхания нет, то, ну, или тебе кажется, что его нет, но в любом случае ты это оценивай, ну, что его нет. Вот, по-любому. И начинай быстро, достаточно быстро сердечно-легочную реанимацию. Друзья, когда вы видите, что человек лежит без сознания, либо упал при вас без сознания, первое, нужно убедиться в собственной безопасности, второе, подойдя к этому человеку для того, чтобы не быть неправильно понятым окружающим, нужно будет отчетливо спросить, могу ли я вам чем-то помочь. После этого нужно убедиться, как сказала доктор, есть ли у человека дыхание, обязательно вызывая скорую помощь, и что еще нужно делать, мы продолжим после того, как примем звонок. Наталья к нам позвонила, и Наталья теряет сознание часто дома. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я, когда потерял сознание, ребенок вызвал скорую. Да, хорошо, это помогло, помогает. А когда нет родных и близких дома, что делать? А вы расскажите подробнее, пожалуйста, что происходит с вами? Ну, я вот теряю сознание. Когда жарко, это очень жарко, я сразу теряю сознание. Ну, во-первых, Наталья, добрый день. Нужно понимать причину вашей потери сознания. Наверняка вы обращались к доктору, наверняка вы знаете свой диагноз, да. Да, возможно, у вас какие-то нарушения ритма происходят в этот момент. Возможно, вы гипотоник, у вас резко падает артериальное давление. Ну, много факторов. Так по телефону невозможно дать какой-то совет и сказать, что вам конкретно в этой ситуации делать. Но наверняка вы уже, это у вас происходит не в первый раз, и у вас есть такое понятие по типу предвестников, да. Вы понимаете, что вы сейчас уже вот-вот упадёте, как вы говорите, в обморок, да. Но это действительно, если у вас нет никаких нарушений ритма, а это просто коллапс там от обезвоживания, от жары, вы там мало воды попили, у вас резко упало давление, тогда да. А когда патология именно проводящей системы сердца, это уже отдельная тема, это нужно уже к доктору, это нужно вешать холтер, это надо смотреть, что у вас с ритмом на самом деле, почему вы падаете в обморок, да. А если вот банальная ситуация, когда вы просто мало попили, жара, у вас закружилась голова, и вы потеряли сознание, то, конечно, лучше всего лечь на спину, обязательно поднять ноги. Ну, если вы ещё не потеряли сознание, ну, естественно, да. И если кто-то рядом, дать понюхать на шатыря банально и вызвать скорую помощь. Но я думаю, до скорой помощи вряд ли дойдёт. Достаточно будет банально поднять кверху ноги и лечь. Наталья, а вы знаете причину, по которой вы теряете сознание? А, ну, это голова, когда кружится, врачка сказала. Я понимаю, а причина головокружения? Ну, у вас должен быть диагноз. Она всегда кружится, она всегда кружится. Диагноза у вас нет, да? Неа. У вас нет диагноза. Нужно выяснять причину, потому что, конечно, иначе это может быть что-то жизнеугрожающее. Во-первых, у вас может быть, ну, я сейчас могу называть очень много причин, почему у вас кружится голова и почему вы падаете в обморок. Это вертебрободиллярная недостаточность. Это резкое снижение уровня глюкозы в крови, да? Это резкое падение артериального давления. Это брадикардия у вас вдруг резко возникшая. Поэтому этот список можно продолжать очень долго. Ну, я бы вам, как врач-реаниматолог, да, я бы вам все-таки рекомендовала обратиться к врачу, потому что, как вы сказали, у вас маленький ребенок, да, и вы иногда можете оказаться одна и банально упасть и удариться головой обо что-либо, да, ну, соответственно, ребенку тоже жалко. Поэтому мои рекомендации это только к врачам. Здесь нужно выяснить причину, и тогда, соответственно, ну, а если это причина в тепловом ударе, да, когда жарко особенно, то вот, как сказала Любовь Сергеевна, поднять ноги. Ну, тепловой удар — это вообще тоже отдельная история. Это достаточно грозная ситуация, потому что есть понятие тепловой удар, есть понятие солнечный удар. Солнечный удар, мы понимаем, это прямые солнечные лучи, это голова человека непокрытая, да, во время, когда там самое пекло, как говорят. А тепловой удар — это такой патологический процесс как раз критического накопления температуры, внутренней температуры и нарушения термовведения. Это очень грозная ситуация, потому что в зависимости от того, как долго человек находился вот в таком, ну, в таком пространстве окружающем, это может быть помещение с высокой температурой, с высокой влажностью, длительно ли он там находился, это может быть, например, транспорт, да, вот машина стоит долго под прямыми солнечными лучами, вы в нее сели, сели вместе с ребенком, возможно, вы не почувствуете ничего, а у ребенка случится тепловой удар. Потому что дети — это отдельная тема, дети, у них плохо развиты центры терморегуляции, и они достаточно быстро могут его получить, как и, собственно, и пожилые люди. Наталья, ну, соответственно, вам, конечно же, нужно найти причину и больше пить воды, когда жарко. Я не могу так сказать, сколько ей пить воды, потому что я не знаю ее диагноза. Я, опять же, повторюсь, я не могу дать такой совет. Это важно, друзья. Да, я не могу ничего советовать, я только могу посоветовать действительно полностью человеку не полениться и пойти обследоваться, да. Я всегда так говорю, у кого есть дети, тем более подумайте о детях. Конечно. Спасибо большое, Наталья, за ваш звонок. Все не так просто, не только первую помощь при обмороке нужно оказывать, нужно знать еще и причину. Любовь Сергеевна, упал человек на улице, причину мы не знаем, проверили дыхание, дыхания нет, и дыхание есть. Какие правила оказания дальнейшей первой помощи? Ну, если мы понимаем, что у человека нет сознания, да, но есть дыхание, мы должны придать ему безопасное положение, это боковое положение, чтобы он не задохнулся, вдруг у него случится рвота, он оспирнет. Поэтому ему только безопасное положение и, естественно, вызов скорой. Если же человек находится без сознания, без дыхания, тогда уже ему нужно срочно оказать первую помощь и начать проведение сердечно-легочной реанимации. Обязательно. Вот я хотела отступить. У нас вот в нашей клинике, вот где я работаю... Петровского. Да, Воронцеха, да. Мы последние два года пропагандируем как раз эту тему. Причем мы ее пропагандируем у детей, у школьников. Это как, знаете, раньше называлась профориентация. К нам приходят классами, к нам приходят родители с детьми, бабушки с внуками. У нас вот проходят фестивали на эту тему. И мы как раз, не то, что мы их учим, ну, невозможно за пять минут научить, это целый курс, который человек должен пройти базовый, да, там, до 16 часов. Мы просто вносим в их сознание понимание, что ты личность, которая может помочь кому-то когда-то и спасти этим жизнь. Пускай это будет, знаете, там, дети. Ой, пусть это будет мой одноклассник Вася, который лежит на спортивной площадке. Говорю, пускай это будет Вася. Пускай это будет твоя, там, не знаю, твой близкий и родной человек. Но ты в какой-то момент не растеряешься и, возможно, сможешь ему помочь, подскажешь маме, подскажешь, там, папе, да. И, опять же, люди, мы надеемся на это, что, выходя от нас, они всё-таки задумываются, они пройтили мне эти курсы. Дорогие друзья, оказать первую помощь может каждый. И сегодня мы говорим о том, как первую помощь можете оказать вы. И так у человека дыхание есть, либо нет. Мы проверили, положили его на бок. Помогли, как бы, на бок принять боковое положение, чтобы в случае рвоты он не задохнулся. Что дальше? Если кто-то, который ещё, который дышит. Который дышит. Который дышит, пусть так и лежит. Да, приедут в скорой помощи. А что мы ему ещё сделаем? Конечно. Если не дышит, сердечно-лёгочная реанимация? Да, если не дышит, тогда вы понимаете, что у него уже нет дыхания. Тогда вы его кладёте на спину и приступаете к сердечно-лёгочной реанимации. Причём вы звоните обязательно диспетчеру скорую, да, и ему конкретно сообщаете об этом, то, что я начинаю. Это уже пошёл отсчёт времени, да, для того, чтобы скорая помощь понимала, что, возможно, у неё какая-то фора ещё есть, и она может спасти. Потому что, вы знаете, что вот эти реанимационные мероприятия эффективны только в течение первых 30 минут. Дальше они уже не имеют смысла никакого. От того, как человек потерял сознание, и у него отсутствует дыхание. Важно сказать оператору скорой помощи, что вы начинаете сердечно-лёгочную реанимацию. Да. Расскажите, пожалуйста, как её проводить, чтобы люди понимали, хотя бы примерно. Не все запомнят, мы это понимаем. Кстати, сердечно-лёгочную реанимацию учат ещё и на курсах вождения. Пожалуйста, подскажите, как это делать, Любовь Сергеевна. Я подскажу, я вам больше скажу. С 1 сентября вводится обязательно этот курс у школьников. Это важно. В основу безопасности, защиты России, что-то как-то курс этот называется. Это здорово. Да, и обязательно у всех студентов. Здорово. Да, давайте вернёмся к нашей теме. Вы поняли, что у человека нет сознания, нет дыхания. Вы приступаете к сердечно-лёгочной реанимации. Для этого вы должны освободить максимально грудную клетку. Как это? Нужно одежду? Ну, по возможности это сделать, но если не получается, это не обязательно делать. Это как-то можно делать ориентиром. Можно точно ослабить воротники, гаустуки и так далее. Ну, это обязательно, конечно, конечно, да. И правильно поставив руки, да, в определённом месте, руки в замок, вытянутые под прямым углом 90 градусов, и ваше воздействие – это грудина. Да, есть такая кость, да, в организме человека. Где это? Ну, это вот. А, вот здесь. Да, да. Обязательно, прямыми руками вот так, да? Ну, это сложно объяснять. Нет, руки должны быть вот так. Вот, руки должны быть вот так, сомкнутые в замок, обязательно ровные. А, вот так? Плечи должны быть ровные. Да, да. Этот замок нужен для того, чтобы руки не скользили, вы будете в стрессе, вы будете нервничать, они начнут у вас скользить. То есть вот так в ладони, а сверху вот вторая. Ваша любимая, любая ваша, какая у вас рука толчковая, то вы и ставите, да, и делаете в замок. Потому что вы можете, руки могут расползаться, вы будете нервничать, потеть, поломаете все ребра, сделаете ещё хуже. Сделали так, а грудина вот здесь у нас находится, так и дальше. Да, да. И начинайте делать движения. Обязательно темп должен 100-120 ударов в минуту, да, для понимания, например, есть и какие-то международные песни, очень много роликов в интернете, как под какие песни. Посмотрите обязательно, друзья, посмотрите. Да, да, я детей, лично я детей учу под песню из бременских музыкантов. Ничего у нас, видите, лучше нету. Достаточно и проверенная вот недавно, ровно 110 ударов в минуту эта песня. Кто-то поёт «Зеленоглазый такси», кто-то «Винни-Пуха» поёт. А то есть получается... Это дети, да. Да, мы стоим над человеком. Да, под прямым углом. Под прямым углом, да. И как бы всем телом, всем телом 100-120 ударов. Нет, именно плечами. А именно плечами, вот так. Да, и делайте плечевым поясом. Да, но тут главное соблюдать правила. Сердце — это насос. Потому что вот насос сломался, он перестаёт качать, да. И надо, чтобы кровь выбрасывалась, и опять, чтобы сердце опять расправлялось. Поэтому нужна определённая экскурсия. Экскурсия именно вот ваших этих движений. Это 5-6 сантиметров. Если вы будете, ну, как показывают в фильмах, да, качать, так, раз-раз-раз, там, как-то медленно, там, как-то вот... А, вот этой частью нужно, да? Да, обязательно этой частью, да. Вот этой частью. То есть мы не кулаком вот этим вот, не костяшками пальцев, а вот этой частью. Вот, вот так сделали. И вот так вот 120 ударов. Да, 120 ударов в минуту на глубину. Обязательно нужно соблюдать глубину. Это 5-6 сантиметров. А, потому что есть глубина? Ну, а как же, вы же должны продавить, вы должны продавить на 5-6... Ну, а не просто вот это поглаживание, это... Поэтому я объясняю, что для этого нужны быть... Можно ребра сломать. Ну, конечно, можно посмотреть это в интернете, можно пройти эти курсы, можно прийти к нам, там, мы расскажем, как это делать на очередной... Это между ребрами, да, получается? Это грудина, это как раз грудина, та, в которую встраиваются все ребра, если банальным языком это говорить. И вы, получается, как бы между ними. Вы, получается, как бы через эту грудину качаете сердце, вот так вы его качаете, с определенным интервалом и с определенной глубиной. Это нужно для того, чтобы сердце сократилось, а потом компрессия, декомпрессия, потом оно расправилось, компрессия, декомпрессия. И вот так вот 100-120 минут, в связи с ковидом были клинические рекомендации, не дышать, да. Если вы будете 100-120 ударов в минуту делать, не останавливаясь, то это достаточно, чтобы мозги не умерли. Как интересно. Не обязательно дышать. Как важно. Кому дышать? Нам не обязательно дышать? Ну, вообще, принято считается 30 нажатий, 2 вдоха. Я не поняла. Искусственный вдох. А, искусственный дыхание. Конечно. 30 нажатий и... И 2 вдоха. Подышали человека. Да, да, но кто-то обрезгует, кто-то не хочет. Это допускается... Через лосеточку можно? Можно, а можно и вообще этого не делать. Можно просто качать. Всё. 100-120 ударов. Это важно с незнакомым человеком особенно, потому что не все. Ну, конечно, нужно привлекать к себе больше людей. И потом, повторюсь, диспетчер по телефону, он может давать чёткие инструкции и вести вас на всём протяжении вот этого периода, пока не приехала скорая помощь. Можно вопрос? Очень беспокоит, очень волнует. Хорошо. Это, друзья, сердечно-лёгочная реанимация, если человек не дышит. Если он дышит, вы его кладёте на бок и оставляете в покое до приезда скорой помощи, чтобы не навредить. Если у человека, не дай бог, анафилактический шок, можно ли ему как-то помочь? Или трубку вставить, чтобы он дышал? У нас минута буквально осталась. Я знаю, что это обширная тема, но она очень важная. Нет, мы не имеем права. Даже если я врач, идущая по улице, я не врач на улице, я просто мимо проходящий человек. Максимум, что я могу, это покачать, подышать и вызвать скорую помощь. Никаких вмешательств, инвазивных, никаких таблеток я давать не имею права. Это уголовно наказуемо. Ага, вот так, друзья. И, конечно же, все ваши таблетки, это тоже не очень правильно. Сколько времени есть у человека, у которого случился анафилактический шок? Ну, анафилактический шок, это как бы отдельная ситуация. Конечно, здесь, ну, как бы на ваше усмотрение, можно подумать, ну, наверное, рука дрогнет, и ты что-то ему сделаешь, конечно. Но это, опять же, уголовная ответственность. Это важно, да, это важно, что не навредить при оказании первой помощи. Ну, как с инфарктом, дать пациенту, человеку таблеточку под язык, да, у тебя в сумке набор таблеток, и ты говоришь, да, я вам сейчас дам, я уверен, у вас... А у него давление снизится, да, конечно, и он умрет, да, да, да. И, насколько я понимаю, друзья, если у вас есть какие-то хронические заболевания, или как у нашей Натальи, да, которая нам звонила, телезрительница, она падает в обморок, когда у нее душно, да, если вы знаете причину ваших обмороков, ну, наденьте какую-нибудь браслетик с надписью, да, мне не давать таблетки, там, у меня эпилетик. Или еще что-то. Да, это важно, если человек знает причину, оповестить, чтобы вам не навредили, когда оказывают первую помощь. Спасибо вам огромное, Любовь Сергеевна. Очень важный разговор. Надеюсь, что мы еще поговорим о других способах оказания первой помощи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.